Есть сервлеты, но мы бы писали другие сервлеты, не есть сервлеты 2. Хорошо, мы получили наш менеджер запрос. Давайте посмотрим, что умеет менеджер запрос. rd. Здесь есть замечательный метод forward и include. Поговорим сначала о forward. Этот метод, который перенаправляет наш запрос, объект запроса request, на сервлет, который мы указали. То есть происходит следующее. К нам пришел объект запроса. Мы узнаем request dispatcher и с помощью request dispatcher перенаправляем запрос ко второму сервлету. Также к нам пришел вместе с запросом объект ответа, так как они входят в пары. И мы делаем то же самое здесь. Второй сервлет отправляет после обработки объект ответа. Вот он. request dispatcher передает его нам. И только потом мы его передаем клиенту. Давайте посмотрим, что получится. Перейдем ко второму сервлету. Он прорабатывает как ничего не бывало. HelloChrome 2. Теперь мы зашли на сервлет первый. Обратите внимание, это первый сервлет. А показалась у нас страница для второго сервлета. Почему? Потому что мы послали сообщение к первому. Он переслал с помощью request dispatcher сообщение о втором сервлете. То есть полностью передал управление по второму сервлету. Который сделал все, что ему необходимо и ответил. Поэтому обращаясь к первому сервлету, мы видим то, что нам показывает второй сервлет. Это замечательно, но не стой хорошо, как хотелось бы. По той простой причине, что у нас сервлет 2 полностью переписал то, что было сказано ранее с сервлетом 1. Есть метод, который позволяет не перезаписывать полностью все. То есть не отдавать полностью управление второму сервлету. А просто посылать объект запроса второму сервлету. А объект ответа после того, как придет, объединяется со своим ответом. То есть специфика работы будет следующая. Запрос и объект ответа также приходят на первый сервлет. Мы получаем контекст, получаем request dispatcher. Затем отправляем наш объект запроса и объект ответа ко второму сервлету. Второй сервлет что-то ему пишет, что-то говорит. Отправляет назад request dispatcher. Request dispatcher пересылает объект нам. Здесь мы дописываем свои данные в этот объект и пересылаем клиенту. Таким образом клиент увидит комбинацию первого сервлета и второго сервлета. Чтобы реализовать, достаточно использовать метод не forward, а include. Посмотрим, как он работает. Как видим, у нас здесь целых два ответа. То есть сервлет первый и сервлет второй. Что произошло? Запрос пришел на первый сервлет. Началось выполнение кода. Мы записали в ответ все необходимые данные для первого сервлета. Затем отправили запрос на второй сервлет. Второй сервлет тоже что-то записал объекту ответа и переслал нам. И мы дописали закрытие тэп. В итоге клиент получил сразу ответ от двух сервлетов. Вот это уже совсем замечательно. И это может быть широко применено. Спасибо всем за внимание. На этом все. Повторю, что более подробную информацию, а также много всего интересного вы можете найти на сайте www.kodenostra.narod.ru Спасибо.